Как пройти в библиотеку? В субботу вечером этот вопрос был очень даже актуален. Обычно в 18 часов библиотеки уже закрыты, а здесь наоборот, гости только начали собираться. Близилась библионочь. Акция проходит с 2012 года. Инициаторами этой акции выступили именно библиотечные сообщества в свое время. Поэтому вот каждый год такая акция состоит в нашей библиотеке, тоже проходит. И читатели действительно приходят много. Библионочь – это ежегодная культурная акция, которая проходит в апреле по всей России. В этот день, или точнее ночь, библиотеки расширяют время и формат своей работы. В этом году официальная тема акции – весь мир театр. А все потому, что 2019 год объявлен в России годом театра. В акции приняли участие все городские библиотеки, и каждая придумала свой формат библионочи, так или иначе, связанный с театральным искусством. В детской библиотеке на Пушкино-24 из-за возраста участников закончить надо пораньше. Поэтому здесь не библионочь, а библионсумерки, заполняет которые театр созвездия клуба «Мальцево». Один юный актер так зачитался, что чуть не прозевал свой выход. А настроение-то поднять вы можете? Роботы могут все. Это я уже слышала. Как тебе поднять настроение? В юношеской районной библиотеке на улице Талсинской программу под названием «Мы, бродячие артисты» представил театр «Атмосфера» под руководством Анастасии Гребенниковой. А некоторые гости библионочи унесли домой на память вот такие собственные портреты, изготовленные на мастер-классе «Театр теней». Любители искусства собрались и в библиотеке семейного чтения на Советской 3. Рассказ об истории лермонтовской драмы «Маскарад» сопровождал знаменитый вальс Хачатуряна из одноименного фильма. Кто-то не ожидал увидеть в библиотеке столько молодежи. И напрасно. Это тоже активные читатели. Но для них библиотека в этот вечер превратилась в игротеку с помощью популярных настольных игр. В Центральной районной библиотеке на Пушкино, 30, в рамках «Библионочи» прошли творческие встречи с артистами. Дарья Кабанова играет в театр «Школа современной пьесы» и «Школа драматического искусства», а также в нашем Щелковском театре. Снималась в сериалах «Молодежка» и «Универ. Новая общага». Говорит, что актерская профессия как наркотик. Раз вышел на сцену и понимаешь, что ты без этого уже не можешь. Правда, некоторые слишком увлекаются. То, что часто актеры очень эмоциональны, они просто не понимают, что и как. Они просто приходят, дайте я сыграю, я вам все сыграю. Все, дайте все сыграю. А то, что нужно прийти вовремя, что нужно текст выучить, что нужно подготовиться, что нужно увидеть, что есть кастинг-директор, что есть режиссер, что они тоже что-то от тебя им интересное, они что-то хотят. Для зрителей от Дарьи Кабановой актерский мастер-класс. Нужно озвучить сценку из мультика про Винни-Пуха. О, сладный горшочек, похоже, тут когда-то держали мед. Мне можно держать, что хочешь. Это очень полезная вещь. Игорь Письменный известен не только своими актерскими и режиссерскими работами, но и тем, что он житель Щелково. К тому же частый гость в центральной библиотеке. Несмотря на это и читатели, и сотрудники выстроились в очередь за автографами и фото. В библиотеку иногда прихожу, ну и так получилось, что если надо, значит надо. Если люди хотят видеть, ну почему нет? Может, люди еще захотят читать? Может, я чем-то поспособствую? Амплуа Игоря Письменного – комедийный актер. Даже реальные истории из жизни у него получаются смешно. Например, как в Одессе признавали за своего, или как в театральном институте с удивлением узнали, что его зовут Игорь. На нашем курсе была девочка, она только пришла, перевелась в другого курса, Вера. Она подходит ко мне и говорит, что пьер слушает. А мне пьер звали, а бороду отпустил такой, на пороговала такая. Купил дублевок себе, такой шапой был, такой старинный русский барин. Кирилл Петрович Тайкур, а все, понимаете. А похож на пьер и без уха, все, меня пьер, 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 даже никто не знал, что для Игоря зовут. Трудно представить театр без музыки. Часто любимые песни из фильмов и спектаклей уходят в самостоятельное плавание. Этой «Библионочью» их представила руководитель вокальной студии «Брайт» Наталья Приходько. Он придет, он будет добрый, ласковый, нетерпеет. Театральная «Библионочь» закончилась. На какую тему будет следующее, узнаем через год. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова